Выплаты ветеранам и инвалидам, компенсации за оплату коммунальных услуг, адресная социальная поддержка, субсидии и другие меры соцобеспечения. Ежедневно специалисты Управления социальной защиты населения отвечают на множество вопросов. С 1 ноября все телефонные номера здесь изменятся и будут начинаться на девятку. Воспользоваться ими можно и для предварительной записи на приём. Мы позвонили по телефону, мы записали, но можно к нам записаться ещё и на сайте Управления социальной защиты населения города Саров. Чтобы клиенты быстрее привыкли к изменениям, на первое время специалисты выделили номера телефонов для справок 9-81-26, 9-81-32 и 9-81-23, позвонив по которым, горожан направят к нужному специалисту. Что касается предварительной записи через интернет, то эта услуга будет актуальна тем, кто регулярно оформляет в Управлении жилищные субсидии и другие меры соцподдержки, на которые действуют ограничения по срокам. Обязательно до 15-го числа месяца граждане должны обратиться, чтобы они получили, для того, чтобы они выплату получили именно в этом месяце. Если они приходят у нас после 15-го числа, то в текущий месяц они выплаты эти не получат. Сегодня большинство клиентов приходят на прием без записи. Всего чуть более 9% горожан стараются предварительно записаться по телефону. Интернет-ресурс – самый непопулярный способ. К нему прибегают менее 1% горожан. Предварительная запись по телефону и через интернет позволит снизить время ожиданий в очереди и оптимизировать процесс работы с клиентами. Тот, кто записался предварительно на прием, приходит к кабинету, к которому нужно, а там, например, очередь есть. Он говорит, я по записи к своему времени, и мы этого человека принимаем вне очереди. Адрес электронной почты управления остался неизменным, так же, как и график работы. По четвергам попасть на прием к специалистам соцзащиты можно до 7 вечера. Каждая вторая суббота месяца – также приемный день. Дарья Цапорыгина, Максим Нифонтов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.